Добрый день, друзья! Я рад всех приветствовать на моем канале, рад приветствовать моих подписчиков. И сегодня я хочу вас познакомить с тем редактором, которым я пользуюсь для редактирования видео. Я расскажу вам, почему я выбрал этот редактор, а также некоторые моменты основные, которые помогут вам создать ваше первое видео. Редактор, которым я пользуюсь, называется DaVinci Resolve, 16-я версия, и я использую бесплатную версию этого редактора. Его можно скачать с сайта Blackmagic Design. Этот сайт находится по ссылочке, которую я приведу под видео в описании. Открываем по вкладке эту страницу, и мы видим здесь DaVinci Resolve Studio Download. Кликаем Download. Как я уже сказал, нет необходимости сейчас для начинающих скачивать студию, поскольку студия является платной версией, и она нам понадобится в будущем. Если мы будем совершенствоваться и расти в нашем творчестве, но в то же время я могу с уверенностью сказать, на основании того, что я уже знаю о DaVinci, то, что бесплатной версии вполне достаточно для того, чтобы делать какие-то крутые проекты, мне сейчас больше не хватает креативности в создании своих проектов, наверное, чем просто знаний о DaVinci. Я уже порядка года занимаюсь серьезно этой программой и достаточно много изучил интересных моментов, которые мне достаточны, чтобы монтировать свой контент. Но также продолжаю развиваться и надеюсь, что в своих тюториалах я покажу вам самые простые элементы, которые необходимы для того, чтобы монтировать ролик, монтировать клип какой-то. Что еще хочется сказать о преимуществах DaVinci? Это несколько программ, которые собраны в одной программе, где можно делать цветокоррекцию, где можно также удобно редактировать видео, нарезать различные слайды и также заниматься композитной графикой. Тоже есть такая вкладка или часть программы, ее можно назвать, она называется Fusion. И кроме этого, есть вкладка для работы с аудио и мы об этом тоже с вами поговорим после того, как зайдем в наш редактор и я вам покажу функционал этого редактора и основные элементы, которые нам необходимы для создания первого ролика. Итак, мы с вами видим, что мы можем скачать с этого сайта бесплатно версию DaVinci Resolve 16. Выбираем систему операционную, на которой мы будем с вами работать и вводим свои данные. Здесь DaVinci просит нас ввести просто свои данные, мы их вводим, регистрируемся и кликаем вот эту клавишу зарегистрироваться и скачать. После этого начинается скачивание DaVinci на ваш компьютер. И я вам сейчас покажу, вот у меня, например, несколько версий уже скачано, поскольку они обновляются время от времени. И у меня вот последняя версия 16.2.6, а сейчас я работаю в версии 16.2.7. И после этого мы кликаем вот на этот файл и он у нас устанавливает эту версию на наш компьютер. А теперь, друзья, давайте запустим DaVinci. Вот когда он установлен на нашем компьютере, он выглядит вот таким образом. Мы кликаем Resolve, вот эту иконку. У нас запускается вот такое окошко, которое предлагает нам создать новый проект. И мы кликаем здесь создать новый проект. Необходимо здесь присвоить ему имя. Мы пишем, например, новый проект. Пусть так и называется у нас. Или первый проект. Давайте назовем это первый проект. Первый проект. И кликаем создать. И мы попадаем в интерфейс программы DaVinci. И здесь видим, что у нас пока ничего нет. Первое окошко, которое мы здесь видим, здесь написано в медиатеке нет клипов. У меня сейчас все подсказки в DaVinci в основном на русском языке. Вы также можете выбрать свой язык. Для того, чтобы настроить язык, нам необходимо зайти во вкладку DaVinci Resolve, кликнуть на нее левой клавишей мыши. И здесь кликнуть вкладку настройки. Здесь есть настройки пользовательские и системные. И здесь есть пользовательские настройки. Вот здесь есть вкладка язык. Мы ставим тот язык, который нам нужен. У меня стоит русский. Кликаем сохранить. И таким образом у нас вот есть интерфейс. Итак, мы видим, что сейчас в медиатеке нет клипов. Для того, чтобы добавить клипы в медиатеку, это делается, ну как в любом простом редакторе. Давайте мы добавим какой-нибудь клип или фотографию сюда. И кроме этого мы можем перенести, ну допустим, я могу какой-нибудь уже клип, который я заготовил, также добавить сюда. После этого мы начинаем редактирование. Для того, чтобы начать редактирование, необходимо добавить ваш клип, который вы будете редактировать на временную шкалу. Временная шкала находится вот здесь внизу. Но по умолчанию открывается вкладка Cut. Это специальная вкладка, которая появилась в DaVinci Resolve в 16 версии. И в принципе она помогает намного ускорить работу с клипами, если у вас много этих клипов. Поэтому вы в процессе научитесь ею пользоваться. Я ее не использую слишком часто, поскольку мои ролики, которые я делаю для YouTube, довольно-таки маленькие. И пока мне нет необходимости ее использовать. Следующая вкладка у нас здесь, это вкладка Edit. Собственно, та вкладка, где мы делаем редактирование. Мы переносим в эту вкладку файл, с которым мы будем работать. И здесь он может уже воспроизводиться. Мы можем видеть то, что происходит. И таким образом заниматься редактированием этого файла. Добавим, допустим, еще сюда файл. И можно еще несколько других файлов добавить. И таким образом у нас получается процесс редактирования. Давайте найдем какой-нибудь файл. Например, скажем так, у меня есть файл. Я его добавлю сюда. Можно прямо перенести на шкалу времени. Вот. Я его сюда перенес. И мы видим, что он выделен здесь красным цветом. Это значит, что вот эта часть, вот я за нее потянул, она отделяется от звука. Необходимо нажать вот эту иконку здесь. Кликнуть один раз, чтобы связать. И тогда можно перемещать этот клип. И его удобно будет резать. Для того, чтобы его можно было порезать, у нас есть лезвие. Вот. Кликаем на лезвие. И можем вырезать определенные части. После этого кликаем на стрелочку. Кликаем на эту часть. И нажимаем либо клавишу DEL, либо клавишу BACKSPACE. И если мы нажимаем клавишу BACKSPACE, у нас получается вот такое пустое место здесь. А если мы нажимаем клавишу DEL, то это пустое место заполняется. И сюда мы можем добавить какой-либо переход, взяв его из библиотеки переходом. Переходим мы в библиотеку эффектов. И здесь у нас есть видеопереходы. Кстати, видеопереходов очень много в DaVinci. И мы просто берем этот видеопереход, вот таким образом перетаскиваем и ставим на стыке. Таким образом у нас получилось уже некоторое редактирование. Вот такой у нас получился здесь переход. О переходах в DaVinci можно очень много рассказывать. Их можно использовать в разных вариациях. И их буквально множество. Есть также встроенные титры в DaVinci, которые можно использовать для того, чтобы делать определенные надписи в ваших видео и подписи. Это тоже очень легко и очень полезно и очень красиво. Например, вот мы возьмем их просто вот поставим в это место. И давайте посмотрим теперь, что у нас здесь получилось. Красная линия, вот здесь она обозначает то, что машина обрабатывает этот переход так, как он был создан предварительно с использованием такого инструмента, как Fusion. И машине памяти необходимо немного времени для того, чтобы этот переход обработать. Когда у нас появилась такая синяя, скажем, здесь полосочка, это значит, он обработан и уже не будет притормаживать при воспроизведении нашего видео. И смотрим, вот видите, получился такой очень простой переход. И, скажем, вот это то, что основное нам необходимо для того, чтобы создать какой-то ролик. Это перенести из медиатеки файл на линию времени, порезать, добавить переход, добавить текст. И, кроме этого, необходимо уже получить готовый файл, то есть сделать рендеринг, так называемый, для того, чтобы разместить этот наш клип на ресурсах, на которых мы хотим. То ли это YouTube, то ли просто скачать его на компьютер к нам. И для этого в DaVinci есть специальная вкладка, которая находится вот здесь. Это называется вкладка рендеринг. И я сейчас вам покажу, как этой вкладкой пользоваться. О других вкладках вот здесь мы поговорим в следующий раз более подробно, зачем они нужны. Вот это вкладка Fusion. Видите, когда мы наводим на вкладку, появляется вот такая надпись, что эта вкладка обозначает. Вкладка цветокоррекции и вкладка Fairlight. Это вкладка, благодаря которой мы открываем программу для редактирования звука. И эта программа, что удобно в DaVinci, также встроена в редактор. Нет необходимости что-либо делать отдельно. Давайте вот откроем эту вкладку. Мы видим наш звук здесь. И мы его можем посмотреть, увеличить и увидеть здесь эффекты, которые можно добавить. Можно их просто добавлять, например. Ну и так далее. То есть это нужно каждую вкладку рассматривать отдельно и изучить отдельно те ресурсы и эффекты, которые есть в DaVinci для редактирования. Например, эквалайзер. Вот мы можем просто добавить, выделить необходимо наш звук. И, к примеру, мы добавим эквалайзер. И мы можем... Ну, обычно я делаю так. Я беру и добавляю немножко у себя частот здесь. И, ну, скажем так... Ну, или таким образом за движок можно повести. Я обычно достал, увеличиваю. И здесь я немножечко обрезаю под свою речь. И таким образом мы добавили эквалайзер к нашей, скажем так, записи. Она будет звучать чуть-чуть подробно. Мы немножко делаем такую прогулку. Решили снять это видео для вас. Также есть и другие эффекты. Здесь это эффект шумоподавления. И эффект... И разного рода другие эффекты, которые необходимо изучить. Итак, мы возвращаемся в редактор. И видим наши ролики, с которыми мы работали. Вкладка Fusion. Если мы перейдем в эту вкладку, она позволяет нам работать и создавать разного рода медиа. медиа-композиции, которые помогут нам сделать наше видео более презентабельным. То есть, это могут быть разного рода всплывающие надписи, всплывающие рисунки и что-то в этом роде. Кроме этого, можно определенным образом состыковывать разные категории видео и использовать очень эффективно этот редактор для медиа-композиции. Тут тоже есть набор инструментов разный. И когда мы наводим на определенный квадратик, мы видим описание каждого элемента, который добавляется к вашему файлу в виде вот такой так называемой ноды. Но не нужно этого бояться. Здесь страшного ничего нет. Здесь все просто. Я надеюсь, в будущем сделать ролики тоже на эту тему. Поэтому подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. И мы будем продолжать. Пишите комментарии. По мере возможности я буду продолжать делать эти видео. Итак, возвращаемся опять-таки во вкладку Edit. И самое интересное то, что когда мы работаем с одним этим файлом, с нашим, то нам нет необходимости перемещать этот файл в разные программы. Просто этот файл находится в одной программе. Мы просто используем разные инструменты для того, чтобы его редактировать и делать его лучше. И у нас также есть вот вкладка, которая применяется для цветокоррекции. Это программа цветокоррекции. И в принципе она очень мощная в DaVinci. Здесь можно очень эффективно менять цвет, корректировать свой ролик и так далее. Об этой вкладке мы тоже можем с вами поговорить в следующий раз. Поскольку этот ролик, или в одном из следующих роликов, поскольку вот уже этот ролик получается достаточно длинным у меня. И я просто в этом ролике хотел немножко показать основные моменты, которые необходимы для того, чтобы начать работу. Итак, мы уже создали наш какой-то здесь ролик. Вот плюсик здесь и минус служат для того, чтобы уменьшить масштаб. Скажем так. И вот, скажем, мы вот это лишнее сейчас уберем. Клавишу Dell нажимаем. Убираем, допустим, лишнее здесь. И оставляем, допустим, наш готовый ролик, который необходимо вывести в такую форму, в формат, который будет храниться на наших носителях. Либо будет загружаться на те или иные ресурсы интернета. Для этого имеется в DaVinci специальная вкладка, которая называется Rendering Export. Вот видите, я навел мышку и у нас здесь появилась надпись Export. Мы кликаем на эту вкладку. И здесь мы видим наш файл. Мы здесь можем его просто не трогать. Можно, конечно, здесь уменьшить. Но вот там нет необходимости. Нам здесь важно что? Нам необходимо посмотреть, в каком формате нам выводить этот файл. И какой кодек использовать. Кодек это такой контейнер, который используется для хранения медиапродукции. И сейчас наиболее распространенный кодек это H264. Но также можно не указывать кодек, при помощи которого выводить нам этот файл. А вывести его прямо на YouTube в определенном формате. Здесь уже будет автоматически все выставлено. В зависимости от того, какой видеофайл вы использовали. И вам необходимо здесь снять. Я обычно снимаю эту птичку. Загрузить прямо на YouTube. Просто потому что я люблю видео просматривать еще раз. Чтобы не было ошибок, прежде чем его загружать. После этого я должен присвоить имя файлу. Например, прогулка. Давайте дадим такое имя. И указать путь, куда этот файл мне необходимо вывести. Например, я выведу его на рабочий стол. Например. И кликнуть здесь сохранить. Итак, у меня появился путь. Здесь у меня есть название файла. И я его добавляю в очередь рендеринга. Когда этот файл добавлен в очередь рендеринга, мы с вами можем начать рендеринг. И таким образом у нас происходит рендеринг этого файла. Процесс пошел. Рендеринг этого файла мы можем наблюдать вот в этом окошке. Здесь как он происходит. У меня машина не очень мощная. Поэтому рендеринг происходит не так быстро, как бы мне хотелось. Но, тем не менее, он происходит. И я могу работать с небольшими проектами. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, что у вас получается, что нет. И что вы вообще думаете о DaVinci и об этом видео. Не судите меня строго. Я всего лишь один год занимаюсь этим редактором. Тем не менее, мне хотелось рассказать и поделиться опытом того, чему я научился. И я думаю, это будет полезным и для вас. Поэтому переходите на DaVinci. Я уверен, что если вы хотите расти в видеографии, для вас это будет отличный старт. Итак, наш файл получился здесь. Он отрендерился. Вот он находится здесь, на рабочем столе. Мы можем его запустить. Таким образом, друзья, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok